И снова здравствуйте! Арт-кафе «Господин Ветер» на Первом Образовательном. Но поскольку мы на Первом Образовательном канале, то, естественно, в гостях у нас сегодня Григорий Васильевич Гладков. Прошу любить и жаловать. Гриша, здравствуй. Здравствуйте. Гриш, поскольку я уже сказал, что мы на Первом Образовательном, вообще надо немножко просвещать людей с помощью музыки. А я знаю, что у тебя... Очень много образовательных писаний. Да, да, да. Вот таблица умножения, например. Вот самый первый мультфильм был тоже образовательный. Если видишь на картине нарисована река, Или ель и белый иней, Или сад и облака, Или снежная равнина, Или поле и шалаш, Обязательно картина называется пейзаж. А если видишь на картине Чашку кофе на столе, Или морс в большом графине, Или розу в хрустале, Или бронзовую вазу, Или грушу, Или торт, Или все предметы, Сразу знай, что это натюрморт. А если видишь, что с картины Смотрит кто-нибудь на нас, Или принц в плаще старинном, Или в робби верхолаз, Летчик, Или балерина, Или колька твой сосед, Обязательно картина Называется портрет. Гриш, а как вот ты пришел Вообще к кантри музыке? Ну, у меня детство прошло В деревне, Я сам я житель городской, Но в деревне, В основном Брянская область И Белгородская. Папа из Брянской области, Мама из Белгородской, Дед был партизан, На глазах отца расстреляли, Он выполнял задание, Меня назвали в честь деда. Вот, и когда я приезжал в город, Словом, деревню оскорбляли в городе. Деревня, село, куда придешь? Мне это так обидно было, Потому что в деревне Замечательные люди. И более воспитанные. Корни любой нации в деревне. Люди здороваются, Шляпы снимают. У меня отсюда и шляпа, наверное. Вот, и двери без замков. Имена сельские стали кличками. Дунька, Ванька, Фекла, Ферапонт, Никодим. Все вызывало какой-то смех. У Стасикова и Рудиков Появились городские имена. А потом я узнал, Что есть кантри музыка в Америке. Что там все уважительно, Что там рубашки, Клечатые рубашки, Шляпы. И все совсем по-другому. Люди от земли, да, Пользуются авторитетом. Да, да. И у нас, кстати, Ни одной кантри радиостанции нет. Кантри музыка не популярна. Потому что Атавизм, отрыжка Вот этого советского пренебрежения К деревне, Возникшего в советское время, Враннее советское, кстати. Венин, Сталин не любили деревни. Да, да. Но лучшее время, Говорит мне мой деревенский Отец. Он говорит, Брежневская. Уже в годы Брежнева Вернулись деревни. Появились фильмы классные. Появились паспорта у людей. Появились колхозы-миллионеры. И я как-то увлекся кантри музыкой Вот из-за этого, наверное. Потом я делал фестиваль «Фермер». Хотел назвать кулак его. Потом был основателем Кантри группы «Кукуруза». Это такая не то, что месть За деревенских друзей, А возвращение уважения к деревне. И как бы воспитание Вот это уважение в других. Но тем не менее, У нас джаз есть. Хотя джаз никаких корней Не имеет здесь. Просто вот ни одного у нас. Никак с нами вообще не связан. Но это гламур. Да, да, да. Хламур вот. Видите, вот у меня хламур. Ну, у тебя тем не менее, Скоро. А деревня, это от сахи. Деревенских родственников стыдятся. Что у тебя корни. Вот если ты скажешь, Что ты из Лиепаи, О, это круто. А если ты скажешь, Что ты из Малиновки там, Или Дубровки, Это вот, понимаешь, Ты второй сорт. Кстати, Кстати, а тебе доводилось бывать У почвенников как раз именно в Америке, да? Показывал ты им свою... Она не каждому видна. Да, наверное, хламур в Америке, да. Она не всякому понятна. Моя родная сторона, Что позвала меня обратно. Там и река ведет домой, И солнце сесть за домом хочет. Там ни тропинки, нет прямой, А все в обход, зато короче. В деревеньке Там будь ты плох или хорош, Не вознесут тебя напрасно. Там скажут так, не разберешь, А промолчат, все будет ясно. Январь там может и лютей, Зато июль теплей быть может, Там все не так, как у людей, А чуть роднее и дороже. В деревеньке Стоит туман По сторонам И тихий звон струится низко, Недалеко оттуда, к нам, А вот от нас туда Неблизко. В деревеньку В деревеньку В деревеньку Да, очень популярна эта песня была в 90-е годы. Популярна? Да, очень популярна. Я бы был счастлив, если популярна. Я понимаю, была популярна Миллион алых роз, а это-то еще популярно. Да, был такой момент, когда вдруг потянулись опять К тема популярна. Да, да, к почвенчеству, к истории, к своей. Потому что Людям Нужны стимулы, особенно нашим, русским людям, российским. Очень нужны моральные стимулы. Нам нужна Нам нужна романтика. Нас никогда Мы никогда не впишемся в капитализм. Никогда. Ну, даже если посмотреть на карту мира. Мы не впишемся в это. Нечего даже и корячиться. Вот. У нас свой путь, действительно. И поэтому Нам нужна романтика, обязательно. И тогда поедем мы в деревню, На Дальний Восток, как раньше. Мы с Успенским, Сударом Николаевичем, У меня очень много произведений на его стихи. Ну, пластилиновая ворона, конечно. Пять пластинных следствий идут к лапке. И три серии мультфильма про Веру и Анфису. Но мы с ней написали такую песню. Называется, возвращайтесь домой, мужики. Здесь не слышно Тележного скрипа И не так уже много Коров. Наш поселок рабочего типа Тридцать восемь крестьянских дворов На пятьсотой версте от столицы Здесь у нас тишина и покой У людей просветленные лица И народ здесь открытый такой У людей просветленные лица И народ здесь открытый такой И кино привозили из города И других нет особых причин Только вот за советские годы Здесь почти не осталось мужчин Если ткнете в Россию иголкою Нет ни места в огромной стране Чтобы вдруг мужики из поселка На привет не ответили б мне Чтобы вдруг мужики из поселка На привет не ответили б мне Где же вы? Воеводы-опричники И куда вас судьба занесла? Здесь без вас опадают наличники Тихо рушатся купола Здесь ни свадеб и ни новоселов Ни печеных, ни резаных мастеров Постепенно пустеет поселок Тридцать восемь крестьянских дворов Постепенно пустеет поселок Тридцать восемь крестьянских дворов И пусть вы далеко залетели И пусть вы от села далеки Я прошу, я встаю на колени Возвращайтесь домой, мужики Здесь без вас не готовят пельмени Оседают дома у реки Я прошу, я встаю на колени Возвращайтесь домой, мужики Я прошу, я встаю на колени Возвращайтесь домой, земляки Это вот стихи Успенского Да, Эдуард Николаевич Да, он же гений Да Ростоквашина, Чебурашка Это гений, гений Который живет с 11 Вот удивительно Я не так давно побывал в Липецке На фестивале Можно я одну песенку тебе покажу И фестиваль С таким очень странным направлением Фестиваль спортивной песни То есть у тебя песни, посвященные спорту У меня много спортивных песенок Много, да? Я сам гол играю Я член сборной команды Я обязательно тебя порекомендую На этот фестиваль Потому что там съезжаются звезды спорта Но вот мы сидели там с Владимиром Петровым Он рассказывал мне об этой О их вот этой удивительной тройке Петров Харланджу С Виталием Петровым Гонщиком Формулы-1 И вот И в общем я там спел песню На фестивале И ну спел, и спел Она нигде не записана И вдруг совсем недавно Мне звонит человек И говорит Я Александр Тихонов Чемпион олимпийских игр по биатлону Я слышал, что у вас вот есть песня Про биатлониста И кто-то записал на мобильный телефон И дал ему послушать Я, говорит, был в шоке Когда первый раз услышал То есть И он меня пригласил выступить в Дом кино Но дело не в этом Просто вот О чем речь-то, собственно Нам не дано предугадать Можно в вторую гитару сыграть? Вряд ли получится Мы в конце сыграли Мы в конце сыграли Обязательно Потому что сейчас модно На двух гитарах Играет Очень сыграли Трасса режет глаза Снег летит Снег идет И лыжиня снегириную песню поет И на легких ожог И вкус крови в роту Я до финиша, господи Не упаду Только пятна в глазах Только хрип из груди И немецкая поступь На шаг впереди Его номер тринадцать А мой сорок пять С этим номером, братцы Нельзя проиграть Кто яблочко Песню Да петь Не сумел Сквозь снег этот южный Увидят Меня Он падает Падает Белый, как мяу Гренада 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 Моя Он падает Падает Белый, как мяу Гренада 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 Моя Только виск Виражей Все сильней Сильней Тридцать девять На финской крылатой спине Егеря Говорите В том самом году Я до финиша, господи Не упаду Я до финиша, господи Как и на войне Сорок пять На моей Напряженной спине Флаги, крики болельщиков С разных сторон Только больше, чем спорт Для меня биатлон Я песню Алёша Потом подпою К глазам накатившей Слезы Нет, а я Покажу Винтовка И в яблочко бью Гренада 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 Моя Ока же Винтовка И в яблочко бью Гренада 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 Моя Потрясающе. Гренадой была песня Виктора Берковского. Да, да, да. На стихи Михаила Светлова. Я к Лустиину Ворону вставил Харрисон. Ты Берковского, я Харрисон. Ну, это правильно. Хорошие ребята. Да, это правильно. Потому что музыкальная, как и поэтическая культура, она не может быть нереминесцентной. То есть мы должны показывать, что, откуда, что выходит, как связано. А я хочу посвятить песню женщинам, точнее, любви. Может быть, принцесса? Принцесса спит сто лет, сто лет, А храбреца все нет и нет. И если рыцарь не найдется, Принцесса так и не проснется. Это песня из художественного фильма «Сказки старого волшебника». Он сделан по сказкам Шарля Перо, грузинским режиссером Натальей из Бандут. Дремучим гором темной чащею Старинный замок окружен. Там принца ждет, принцесса спящая, Погружена в покой и сон. Принцесса спит сто лет, сто лет, А храбреца все нет и нет. И если рыцарь не найдется, Принцесса так и не проснется. Наступит день за ночью лунною, И солнце луч блеснет в окне. Но крепко спит принцесса юная, И улыбается во сне. Принцесса спит сто лет, сто лет, А храбреца все нет и нет. И если рыцарь не найдется, Принцесса так и не проснется. И если рыцарь не найдется, Принцесса так и не проснется. Я в дальний путь решил отправиться Затем, чтоб принца убедить, Что должен он свою красавицу Поцеловать и разбудить, Ведь принцесса спит сто лет, сто лет, А храбреца все нет и нет. И если рыцарь не найдется, Принцесса так и не проснется. И если рыцарь не найдется, Принцесса так и не проснется. Гриш, я, знаешь, предлагаю, чем завершить нашу вот эту встречу сегодняшнюю, песню «Воздухоплавительный парк». Ну давай, эта песня мне очень дорога, Потому что это жанр исторической песни, И такое место существует в России. В реальности это первый Байконур, Говоря современным языком, России. Самые большие достижения у нас Не в области сельского хозяйства, Ни хрена у нас тут не получилось. Вот. Хотя до революции мировые цены на хлеб устанавливались. Очень много чего не получилось. Получилось у советской власти построить коммунизм для детей. Я так подумал, действительно, вот это удалось. Был коммунизм построен для детей. Были кружки, секции, Безопасность, ключ под ковриком. И получилось у нас в области Воздухоплавания и авиации. В памяти первых авиаторов, взлетавших. Очень интересно всегда людям было знать, Где это место, Где впервые поднялось тело в космос, Созданное руками человека. И оно есть. Это Петербург, Первая платформа от Витебского вокзала. Воздухоплавательный парк. Стихи Александра Кушнера В начале пригородной ветки, Обрыв платформы под овраг. И там на проволочной сетке Воздухоплавательный парк. Название плавно и крылато, Как ветрено и пусто тут. Поселок окнами к закату И одуванчики растут. Вдали от музык и парадов На петроградском рубеже Паренье первых аппаратов Ты не вернешься к нам уже И принеся одни убытки Под торжество болотных жаб Расползе до последней нитки Темно-зеленые дирижабы И тех людей забыты лица Снесен амбар и тот барак Но пусть нам все-таки приснится Воздухоплавательный парк И самолеты, вертолеты Гнездятся в верхних облаках И где-то первые пилоты Лежат пропеллер в головах И электричка рядом бродит Огнями вытравляя мрак И в белом платье тень приходит Воздухоплавательный парк Воздухоплавательный парк Григорий Гладков Григорий Гладков был сегодня у нас в гостях В арт-кафе «Господин Ветер» А мы, к сожалению, вынуждены прощаться с вами Смотрите нас, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok